Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас очень коротко мы обсудим применение гонадотропных средств на курсе тестостерона. Речь пойдёт, соответственно, непосредственно применение гонадотропина, или мы будем подразумевать применение более современного бурселина на курсе тестостерона, когда мы уже колем экзогенный тестостерон. Будем подразумевать... Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгалла почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Что у вас всё же идёт именно экзогенная форма тестостерона, без пока использования каких-то там тренбалонов, каких-то других препаратов, которые вот чистый тестостерон плюс гонадотропные средства. В принципе, плюс-минус тот же механизм, он, конечно, будет и так же происходить на все остальные препараты, которые являются анаболическими стероидами. Но с небольшими погрешностями в зависимости от побочек этих препаратов. Чтобы не говорить об этих побочках лишний раз, таких как гидр, коагуляция. Потом, опять же, если вы используете гонадотропные средства, допустим, надролом-деканат. Надролом-деканат и так даёт повышенное, соответственно, повышение эстрогена. Гонадотропные средства тоже дают, соответственно, иногда выброс эстрогена. И многие напишите в комментариях, наверное, это замечали. Ну, кто будет со мной спорить, опять же, дорогие друзья, будет отдельный выпуск, где мы будем читать множество исследований по ПАПМЕДу. Вы это увидите, поэтому я просто готовлю большой именно выпуск исследований ПАПМЕДов. Поэтому пока без ссылок, но поверьте, я все эти ссылочки на источники выкладываю. Поэтому любители поспорить не надо. Я готовлюсь теперь к каждому выпуску. У меня есть ссылка либо на учебник, либо на ПАПМЕД. Поэтому в жопу засуньте все ваши мнения и просто слушайте, что вам говорят. Потому что я вам говорю не то, что я сейчас придумал, там, из потолка взял, а основываясь на исследованиях американцев, которые работают врачи на ПАПМЕДе, гораздо круче даже тех, кто у нас там в России, соответственно, работает. Меня или кого-то ещё. Поэтому и я заткнулся, и все заткнулись, и слушаем очень крутых чуваков с ПАПМЕДа. В общем-то, деваться некуда, понимаете. Есть великие умы, которые за нас всё придумали. А мы только как зайки можем их слушаться. Вот, значит, в чём смысл, когда это оправдано, когда это не оправдано. Если у вас курс тестостерона короткий, то не оправдано применение гонадотропных средств на курсе просто даже по той причине, что это лишнее воздействие на гипофиз. Оно вам не нужно просто-напросто. Не нужно по тем причинам, что всё есть лекарства, всё есть яд. И очень часто потребление гонадотропных средств, гонадотропинные, да, это не витаминка С, понимаете. Её нельзя просто для профилактики шарашить, чтобы ещё и собственные яички там на максимум работали. И типа будет всё замечательно, и в вашем организме всё будет прекрасно. У всего есть побочные эффекты. Если избыточно, соответственно, использовать гонадотропные средства, то можно и, соответственно, добиться атрофии гипофизарной. Поэтому здесь нужно дозированно делать это и курсами. Что мы видим из исследований ПАКМЕДА? Когда мы хотим вернуть репродуктивную функцию, то мы используем и, соответственно, тестостерон, и гонадотропные средства. И в итоге получаем исследование, кому интересно, по бурселину. Именно такие группы брали. То есть, там была ссылочка, когда в описании, не то, что нейронка озвучивала, а в описании, я прикладывал ссылку, где соединяли тестостерон и бурселин. И получали именно такой эффект. То есть, спермограмма на коротких курсах, если это короткий курс и цель зачать ребенка, она становится лучше. Если это короткий курс, и, соответственно, вы таких коротких курсов делаете много-много-много с перерывами, ну, то есть, как многие. А если я курсану два месяца или один месяц, потом сделаю перерыв, а, допустим, на гонадотропине сделаю какой-то мост, а потом еще месяц, и у них цель не зачать ребенка, а набрать мышечную массу, то мышечной массы вы так вряд ли какое-то количество наберете. А вот, соответственно, потом, когда вы отмените полностью тестостерон и гонадотропин, проблемы могут быть. Поэтому мы так не делаем. Мы, если речь зачать ребенка, мы допускаем, что короткие курсы применения гонадотропных средств. Если цель все-таки это спортсмен, он хочет набрать мышечную массу, мы не делаем короткие курсы, и, либо, то есть, соответственно, делаем длинный курс, и используем гонадотропные средства на длинном курсе. Либо, если это спортсмен, цель провести даже, посмотреть, изучить реакцию на новые препараты, поменять препараты, посмотреть реакцию на один, на второй препарат, потом, может быть, отдохнуть ему, восстановиться, посмотреть, как в целом ощущения спортсмена собственные, хочет он этим в дальнейшем заниматься или нет. Но тогда, да, можно сделать, допустим, курс 3 месяца. Но курс на 3 месяца нисколько, соответственно, не будет требовать применения гонадотропных средств на курсе. А вот после, соответственно, он будет требовать. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, мы используем чаще всего гонадотропины на именно выходе из курса, если курс длится 3-4 месяца. Если курс длится уже полгода, соответственно, то мы используем не на выходе из курса, когда было 3-4 месяца, допустим, на 4 месяц мы уже выходим, используем гонадотропин, то мы, соответственно, или бурселин, гонадотропные средства, то, соответственно, мы как делаем? Если это 6 месяцев, мы прямо на курсе, уже точно фигачим гонадотропин, даже на 5-й месяц уже можно фигачить либо гонадотропин, либо бурселин, это кто на чем работает, конечно. Мне нравится больше бурселин. И, соответственно, восстанавливаем, восстанавливаем в первую очередь собственные яички, конечно. Также, дорогие друзья, вы будете вполне справедливы, если, соответственно, парируете мне и скажете, ну, Сергей, хорошо, если такая ситуация, то как все-таки определить? Пациенты все разные, люди все разные, и как понять, в какой момент лучше вводить гонадотропные средства? А я вам скажу, как это делать в медицине. Соответственно, конечно, то, что я вам называю, это абсолютно средняя температура по палате. И вы можете не слушать ни первый вариант на 6 месяцев, ни второй вариант на 3 месяца курса, да, по КТ, а вы можете вообще наиболее точно подойти к проблеме атрофии яичек при применении любого экзогенного анаболического стероида, любого, соответственно, тестерона. Как это сделать? Есть такая штука, как орхидрометр. Сейчас будет картинка на экране. По сути, это бусы, где, соответственно, вы можете взять и яички, соответственно, свои, сравнивать с бусами и увидеть, что плюс-минус является нормой, что патологией. Есть цветные варианты, соответственно, где различными цветами показано, где у нас есть атрофия, где патология. Там, где начинается атрофия, вы начинаете применение гонотропных средств. Вот это наиболее точный момент, если делать не на глазок, а делать как положено. Но из-за того, что анализы вы не любите сдавать, из-за того, что, соответственно, какие-то дополнительные исследования не любите делать, бусы искать в интернете, хидрометры вы тоже не любите. Вот вам простая, соответственно, схема плюс-минус, которой вы можете пользоваться, выше озвученное в начале видео. И вот вам более сложное медицинское, это мерить размер собственных яичек. Так что, дорогие друзья, все варианты для вас любимых, все для того, чтобы вы были счастливыми и накачанными кабанчиками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok